Окупация Курска длилась с ноября 1941 года по февраль 43-го. Это были самые мучительные и бесконечно долгие месяцы. Историки до сих пор подсчитывают потери среди мирного населения. Так много было зверски убитых и замученных фашистами людей. Если мы будем говорить цифрами о Курске конкретно, то здесь убитыми удалось насчитать по документам, которые у нас хранятся, не менее 10 тысяч человек и угнанным не менее 12 тысяч. Известно, что как только фашисты зашли в город, началась настоящая бойня. Массовые казни и целенаправленное истощение населения. В домах отключили электричество, ограничили подачу воды. Тех, кто пользовался водопроводом для немецких солдат, расстреливали. Людей морили голодом. Закрыли и больницы. Горожан фактически обрекали на голодную смерть, смерть от болезней. Опять же, было в ходе исследования установлено, что смертность возросла в разы. И это была также целенаправленная политика в первую очередь. По умерщвлению малолетних детей из-за того, что им не оказывалась соответствующая медицинская помощь. Зверства фашисты и их пособники продолжали до последнего. Историки установили, что с 5 на 6 февраля 43 года в урочище Солянка казнили 45 мирных жителей. Возраст их был очень разный. От 14 до 70 лет. Не всех удалось в итоге установить их личности. Они их трупы немножко прикидали листьями и снегом. В расчете на то, что трупы смоют половодья, так как расстрел был на острове, который находится недалеко от Семьского моста. Куряне все же дождались своих освободителей. 8 февраля 1943 года 60-я армия под командованием молодого генерал-майора Ивана Черняховского вошла в Курск. Три дивизии обходили с севера. Две дивизии 121 и 141 с юга. А непосредственно на город наступала 248-я курсантская бригада полковника Гусева. Именно вот такое построение операций позволило избежать массовых разрушений в городе. События развивались стремительно. В 6 утра Красная Армия отбила восточную часть города. В свою очередь немцы всячески мешали наступлению. И надеялись здесь задержать продвижение наших войск, все-таки оставить город за собой. Вот по реке, опираясь на высокие берега, которые были специально с помощью наших военнопленных политы водой и были заморожены. То есть искусственные препятствия были созданы. Опираясь на мединститут, немцы создали такой мощный узел сопротивления, остановили наши войска. Поэтому полковник Перекальский лично прибыл в передовые части. Вечером 8 февраля на здании Дворца Пионеров советские солдаты установили красный флаг – символ освобождения города. Бои продолжились уже за пределами Курска. Хотя немцы сосредоточили мощную артиллерийскую группировку на станции Рыжково. И в течение двух дней выпустили больше 9 тысяч тяжелых снарядов по нашим войскам и городу Курску. Но главные бои и потери произошли на фронте 121-й стрелковой дивизии в районе сел Лебяжье, Зорино, Рыжково. В течение трех суток 121-я дивизия вела тяжелейшие бои и потеряла до половины личного состава. Всего около трех тысяч человек были убиты и ранены только из одной дивизии в этих боях. А в Курске потихоньку началось восстановление. 10 февраля мирные жители вышли на улицы, чтобы отстроить город заново и начать новую жизнь с чистого листа. Егор Горожанкин и Сергей Малеев. События дня.